Поэтому для работы на снарядах нужны такие средства защиты, да, для рук, чтобы вы чувствовали прекрасно, чем вы попадаете по снаряду, реально. Конечно, для этого существует две вещи. Первая – это бинты, у них вы реально будете чувствовать, чем вы попадаете по снаряду. Вторая – это шингарды. Чем они тоньше, тем вы тоже лучше понимаете, какими именно частями кулака, какой именно части руки приходится удар, именно сам контакт. Это важно. Теперь давайте поговорим о том, чем отличаются бинты от шингарды, что лучше, что лучше. Все на самом деле очень просто. Когда вы заматываете руку бинтом, то рука получает наружный дополнительный какой-то каркас, так за скелет, как у жука хитильного панца. Чем длиннее бинт, тем лучше фиксируется рука, да, вы дополнительно создаете каркасность. Вы сжимаете плотно все части кисти, и вот так получается, что рука, она как загипсованная, особенно, когда длинный бинт. С одной стороны, это очень хорошо. Рука прекрасно, великолепно защищена. Ее очень трудно повредить. Она не повреждается ни ударной поверхности сами. Ну, если, конечно, долго молотить, очень сильно там, ну, новичку, то можно забыть костяшки даже через бинты. Но, тем не менее, очень хорошо защищает ударные поверхности. А второе, защищает от аудотравматизации глубокие субструктуры кисти, такие, как кости пясти и запястья. То есть вот здесь руки защищают. Потому что рыхлый кулак, он именно здесь и травматизируется. От сильного контакта. Косточки, ну, пружины между собой, ну, соприкасаются, ударяются друг кастрюшку. И суставчики между ними травматизируются. А также микротравмы получают от расклинивающего действия, скажем, вот от удара, и какие-то мышцы мелкие, связки, и среднеотканные элементы. Вот. Бинт, это нивелируется. То есть вы забинтовали, вы плотно затянули, она находится в каркасе, вы чувствуете, чем вы попадаете, как вы бьете, и у вас рука защищена. Для новичков это очень хорошо. Это хорошо не только для новичков. Это хорошо и для матерых адептов, которые ставят рекордно сильный удар. То есть вот уже тренировку провел, сделал набивку, сделал технику постановочную, голгорукой или шингарной, потом намотал бинт и нанес несколько мощнейших ударов. Два или три буквально на рекорд. По 600-700 килограмм. Просто для того, чтобы это хорошо прочувствовать, да? Вот. И это я так использую бинты. В остальное время я бинты не использую. И адептам боевых искусств, не боксерам, да, где это традиция подать руки, а вообще файтерам. Да, и боксерам тоже, на самом деле, рекомендую, тем, которые хотят сделать из бокса реальную боевую систему, а не спортивную, руки бинтами на тренировке не заматывать. Причин для этого несколько. Это тексоскелет, который создается на руке, особенно если он усиляется пластырем еще, а еще сверху надеваются перчатки такие вот. То что делается? Делается то, что рука не испытывает никакой нагрузки. Удар идет замечательно. Да, предпочтение может испытывать локоть, плечо, но кисть непосредственно, кулак в оружие и не превращается. Он не укрепляется от ударной техники. Он как рыхлый был, он так и останется рыхлым, потому что у файтера, который работает голыми руками, от ударной техники, компенсаторно происходит гипертрофия соединенных тканых элементов, связок, мелких мышц, кисти. Они становятся толще, становятся короче, они становятся более жесткими и плотными. И когда сжимается кулак, он сам по себе становится оружием, молотком. В бинтах этого не произойдет никогда вообще. Почему? Потому что рука защищена, испытывает нагрузки вот расплющивающего этого действия и расплющивающего. Минимальные. А значит и гипертрофии, а практически не будет никакой. Почему? Организм система киберметической, саморегулирующей. Саморегулируемая и саморегулирующая. Саморегулирующаяся. Саморегулирующаяся. Если нагрузки есть, то возникает гипертрофия. Это как мышцы качать. Если вы мышцу не рулите, она растет. Почему? Она испытывает нагрузки. Если этого не делать, она не растет. Точно так же сухожилия в изометрическом сокращении. Если вы напрягаете сухожилия, они становятся толще, мощнее. Если вы этого не делаете, этого не происходит. То же самое с индиционерной ткани при набивке ударных поверхностей. Если вы ее напрягаете, что называется, кавычи, когда напрягаете. То есть на нее воздействуете, она испытывает какие-то нагрузки, она гипертрофируется. Если этого не делать, она не гипертрофируется. То же самое и с кулаком происходит. С теми стабилизирующими элементами, которые в нем есть. Если вы нагрузки даете, то происходит гипертрофия. Становится плотный кулак и жесткий. Не рыхлая, как камень. Если нет, значит нет. Бинт не позволяет эту гипертрофию простимулировать. И поэтому рука будет рыхлая. Поэтому бинт я могу порекомендовать только новичкам, самым новичкам. И матерым адептам с боевых искусств для того, чтобы ставить рекордно сильные приемы. Не боясь кисть себе повредить. Еще чем плох пинт. Есть у него плохая чем-то. Одна. Еще. Но очень серьезная. Дело в том, что если пинт слабо замотать, то эффекта от него будет, как говорится, ноль. Если же пинт замотать правильно, то это довольно-таки туго. То есть не сильно перетянуто, а именно правильно замотать. И что получается? Как бы не был хорошо намотан пинт, но все равно обладает классическими свойствами. И поэтому пережимает и капилляры кожи, и вообще пережимает артериумы, вену. То есть он ухудшает вообще кровоснабжение с руки. Если это делается на очень короткий период, то есть вот замотали руку, сделали 20 ударов каждой рукой и сняли пинт, это нормально. Соглядь новичков, ну, если поработал там 15-20 минут, то еще тоже куда не шло. Но если работать в бинтах несколько часов, час, полтора, два, то происходит и шлифы поверхностных сангинпокровов. То есть будет и шлифы кожи, а также будет и шлифы более самовыбоких сангинпокров кисти. Чем это чревато? Тем, что и так идут сангиногрузки. То есть умерщвляются некоторые санткани, разбиваются, разморжаются. А притока крови нет. То есть и шлиф происходит санткани, и это усугубляет разрушающую силу и аутотравматизацию. То есть не кровоснабжается эта санткани. Даже при работе по снарядам нужно всегда, когда постучали, снять все, или было в гармон, и все растереть. Чтобы приток создать нормальной крови, в бинде этого не сделать. Больше того, ни притока крови нет, нет и оттока, чтобы вот эти все раздавленные нодоритрациты, клетки крови, сантканные клетки, и в петелиальные клетки, то, что вот вышло санцитоплазмом, за счет из них, как интерстиций, потом в лимфоидную систему, в лимфосистему, в систему лимфокапилляров и в вены, оно не уходит никуда. Получается некий застой. То есть, это неправильно. То есть вы себя фактически накладываете на руку жгут, который, в общем-то, не нужен. Если на короткий бинде, то это нормально. Если на длительный, это плохо. Поэтому еще и по этой причине я бинды не рекомендую. Больше того, когда надеваете бинды, надо руки хорошо разогреть и растереть, чтобы создать хороший приток крови, гиперлимин хороший. Вот тогда вы только наматываете бинды. Намотали, поработали, сняли бинды. И опять тщательно промассировали руки, очень тщательно, чтобы создать очень хороший ток, чтобы задействовать и лимфоток, и кровоток. В самых мелких сосудах. Чтобы помочь быстро восстановиться тканью, чтобы туда попала чистая, хорошая кровь свежая, с кислородом и веществами питательными, чтобы прошло восстановление. И чтобы убрать все сошлаки, можно сказать, уже так, которые после работы появились. Вот ишемия, ну это продукты жизнедеятельности клетки, и продукты разрушения клетки. Они в ишемии. То есть, когда не поступает нормальная кровь, начинают обладать токсическим действием. Поэтому, чтобы этого не произошло, их нужно быстрее удалить. Их нужно удалить в корневостное русло, и чтобы быстро почки все это дело профильтровали и утилизировали, чтобы ничего в кистях не было. Иначе, руки со временем могут очень сильно болеть. А также, что надо кровоток создать к суставам, которые друг к другу, чтобы все равно определенным образом как-то напрягались, действовали, там, все такое прочее. То есть, хоть бинт и хорошо все дело фиксирует, но все равно воздействия у новичков какие-то будут. Особенно в запьяности, где-то, да, там, вот. Чтобы этого не происходило, надо обязательно все хорошо растереть, создать мощную гиперемию. Все, пробил. На этом я закончил.